Тараканекс, ты че стоишь? А шо? Уже пора начинать? Та ну ладно. Хорошо, начинаем. Всем привет, ребята, вы на креативном канале использования пиротехники с помощью самоделок. И как всегда с вами Тараканекс. Как-то раз я себе нафантазировал сделать куб. Нарезал с деталей. Собрал. Это все крепенько обварил. Потому что у меня возникла идея забрасывать у него пукалки. Пукалки это слабые петарды. И сделать его круглым. Ну, короче, пошел я на съемки, начал забрасывать. Пук, пук, в общем, ничего серьезного с этого не произошло. Затем вы написали в комментариях, нужно в куб налить воды. Что я, конечно же, и сделал. Закинули мы туда монстр. Все-таки гидроудар творит чудеса. Монстр, хоть и не клоун, но делает фокусы очень отличные. Потому что при взрыве куб, конечно же, разорвало. Но здесь произошло самое интересное. Из того отверстия, в которое я забрасывал петарду, поднялся стремительно столб воды. И у меня возникла идея. Что если я что-то такое сооружу, буду забрасывать туда петарды. От взрыва, получается, с помощью гидроудара будет аккумулятивная струя воды подниматься. Соорудил такую штукенцию. Приехал я на съемки. И все. Взял петарду слабенькую. И P23 налили воды, окрасили красный цвет. Забросили петарду, положили бумажку. Хлопок, вода поднимается. Я чуть не выпрыгнул со штанов от радости. Вообще огонь! Получилось все супер-классно. Так как в этом видосе первые предметы были слабенькие, я решил, что надо сделать еще веселее. Взял предметы попрочнее и отправился опять на съемки. Понеслись мы. Взяли мы кинескопа телевизора. Стекла десятки. Лайк тараканыксу. Двенадцатый корсар. Мою установку, в ту, которую я забрасывал петарды в воду, вырвало дно. Вырвало живьем. Это гораздо сильнее, чем оно пробило бы кинескоп. Восемь миллиметров толщины. Вы представляете, что такое восемь миллиметров? Ну, чуть-чуть тоньше мизинца. Печаль, конечно, была. Но самое интересное то, что оно вырвало как раз на последнем испытании. И я этим красивым моментом закончил ролик. Ну что ж, пришло время отремонтировать мою эту же трубу, потому что у меня есть еще идея по использованию этой трубы, кумулятивной струи воды, что-то попротыкать. Одеваем средства защиты. И пошел процесс ремонтирования моей трубы. Раз-два, и все готово. Труба истелена, и мы отправляемся на испытание. Я очень сильно надеюсь, что я очень крепко это все дело заварил. И в сегодняшнем ролике она останется целая. Так как у нас август месяц, пора баштана, и, конечно же, я не мог пройти мимо. И я сегодня, попытаясь с помощью кумулятивной струи, пробить арбуз, дыню, качан капусты и воздушный шарик, наполненный водой. Вы сейчас посмотрите, как я его наполнял водой. Это хохма. Так, а воздух, где мы возьмем? Первый, блин, хохма. Вот примерно такая струя должна сейчас будет проткнуть те предметы, которые мы подготовим. Ай, блин, Вася, Вася. Таким способом, что шарики никто водой не набирал, как я набирает. Мы профессионалы своего дела. Мы соблюдаем всю технику безопасности во всех видосах. Смотрите наши эксперименты с самоделками, но ни в коем случае не повторяйте. А начнем мы наше сегодняшнее испытание шарика, наполненное водой и К-55. Скажем так, вода против воды. Шикардос! Скатурый рот. В общем, отлично. Я не ожидал. Ну, я думал, там шарик будет сопротивляться, но этого не произошло. Чтобы хорошо рассмотреть последствия взрывов, я нуждаюсь в хорошей камере, с хорошей замедленкой. Тот, кто хочет помочь и есть желание, мы оставляем ссылку на донат в описании. А у нас на очереди дынька и К-999. Есть контакт. Сейчас все будет тетенька. Интересно, как остатка дынька. От удара воды нашу дыню раскидала на 10 метров в диаметре. Вот я нашел самый чистенький кусочек, потому что мне очень сильно хочется попробовать, какую же мы дыню спортили. Ну, такая. Будешь? Угу. На, тебе чуть-чуть кусочек попробовать. Городика. Следующая у нас на очереди капуста. Но у меня есть два предложения, как бы я хотел это дело совершить. Можно поставить капусту вот так вот, либо вот корень вырезать, и повернуть его наоборот, чтобы когда струя воды ударит, и капуста разлетелась. Потому что если она таким образом сработает, маловероятно, что капуста разлетится. Поэтому, давай. Я сейчас оператором на УЕФА разыграю. Если выиграю я, значит ставим корешком вниз. Если выиграет она, значит ставим вот таким вот образом. Давай. У-Е-ФА. Еще раз. У-Е-ФА. Да что такое? У-Е-ФА. Да ну капец. У-Е-ФА. Ах, есть. Короче, моим способом работаем. Что мы делаем? Вырезаем корешок. Главное, чтобы вода попала прямо вот внутрь. В общем, как-то так. С датчиком. Никакая капуста вообще. Не зря она сегодня в нашем эксперименте участвует. Не смеши меня. Ладно, ребята, приступаем. У нас бомбить эту капусту будет вода с помощью петарды П-6000. Да. Все-таки мой способ сработал вообще. А смотрите, что получилось интересное. Все же нам удалось капусту пробить. Вот доказательство того. Ее просто расслоило и вода прошла струей через капусту. Набросали мы здесь капусту и я думаю, что с такой стремительностью как разлетала здесь капуста у меня увеличится число подписчиков. Ребята, я очень сильно вас прошу. Не проходите мимо. Нажимайте на кнопочку подписаться. Переходим к арбузику. У нас их два. Чуть поменьше и вон там побольше. Один мы разбомбим, а второй, наверное, тоже разбомбим. Сидим. Сидим. Посмотрим, как у меня настроение пойдет, так и буду я решать. Когда я подготавливался к сегодняшнему испытанию, я запасся большими петардами. Но мне интересно, что бы было, если бы мы взяли под второй арбуз, который побольше, петарду послабее. Самое слабое, которое у меня на сегодня есть, это П-5000. Взрываем К-999 меньший арбуз, а П-5000 будем взрывать большой арбуз. Да, наелись. Мы арбуза. Ни одного кусочка. Капец вообще. Вот последствия нашего эксперимента. Вот корка. Что вы думаете, что это мы сгрызли? Нет, это все сделала вода. С помощью этой же струи воды мякоти не осталось совершенно вообще ни кусочка. Вся она раскидана по округе. У нас на очереди еще один арбуз и П-5000. Первый арбуз лежал жопкой вниз. Это самое тонкое место в арбузе. А сейчас мы его перевернем со стороны корешка, там, где будет потверже. О, вот это уже покрасивше будет. Вот это вот правильное решение взять петарду П-5000, потому что она слабее и мы хоть как-то сумели рассмотреть, как же пробивает вода арбуз. Вот на этой красивой ноте мы будем заканчивать наш сегодняшний видос. Ребята, напишите в комментариях, как вам мой нынешний вид. Без маски лучше или может все же надо делать видосы в маске. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Обязательно не забываем ставить лайк. И, конечно же, колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие видосы. А у нас все будет дальше видосы только круче и круче. Всем спасибо. Всем здоровья. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова